Рыбки, золотые рыбки. Июнь для рыбок. Ну что, в июне рыбам, конечно же, не будет хватать перемен. Рыбы, несмотря на то, что они одна в одну сторону, другая в другую, рыбам нужны перемены. Это, конечно, тоже их год. Что касается июня, то хочется попросить рыб, что именно в июне, пожалуйста, аккуратно, уважительно относитесь к своим близким. Потому что вот эта некая нервозность, раздражительность, она будет вам мешать. Кто страдает? Наши близкие, те, кто нас любят, те, кто нас кормят, те, кто нам дают тепло. Они ни в чем не виноваты. Ну что надо делать? Не надо быть резкими, то есть не торопите события. Постарайтесь комфортнее обустроить быт. Больше бывайте на людях. Не отвергайте неожиданные знакомства. Кстати, у рыб многих, особенно у одиноких, идут вот такие вот судьбоносные какие-то встречи. Будьте собраны, энергичны. И, в общем-то, все сдвинется с мертвой точки. Опять же, внимание, внимание и какой-то заботы своим близким. Благоприятные дни июня 1, 10, 11, 14, 15, 22 и 23. Неблагоприятные дни – это 5, 6, 8, 9, 16 и 25. Финансы, карьера. Ну что, для многих рыб, конечно же, это будет какая-то не совсем приятная, какая-то такая вот… Ну, не захочется заниматься, но будет некая проблема, которую надо все-таки решить ее, да. То есть самостоятельно и, наверное, каким-то образом вы найдете, скажем так, какие-то нестандартные решения. Кстати, коллеги сначала сильно удивятся, ну, потом, конечно, поаплодируют. Поэтому присмотритесь, у вас есть некая проблема на работе, которая мешает, да. Вот и, ну, я не знаю, ну, вот стоит стул посреди офиса, и никто его не уберет, да. Вот поставьте его на место. Опять же, ведите себя с коллегами и на работе сдержанно. Самое главное, что не надо тревожить ни себя, ни других критикой. То есть особенно, если вы занимаете, скажем, начальственную какую-то должность, потому что рыбы очень, скажем, чувствительны к энергетике, и они иногда начинают нервничать или чувствовать вот это вот плохое, скажем, энергетическое воздействие. Ну, и, естественно, оно выливается на другие. Устраиваться на новое место, ну, если вы надумаете, то, конечно же, вот просто от и до оговорите все, скажем так, нюансы работы. Обязательно, чтобы был договор, потому что без него вот просто всякие мелочи вот прямо-прямо-прямо, да. Проявите бдительность при получении, конечно же, первой зарплаты, чтобы не быть в неприятном изумлении. То есть, понимаете, это что говорит, что просто-напросто, если вы не учтете вот эти все мелочи, то зарплаты может и не быть. К сожалению, такое время у вас золотые рыбы. Самая большая сложность в финансовых делах у рыб в июне, конечно же, это быть на вторых ролях, как говорят, ваш номер пятый, да. Пока главный в деле вы, все идет хорошо, но как только вам надо работать с командой, то вам, конечно же, придется туго. Вы не любите ходить с кем-то в одной упряжке. И хочу отметить такую вещь, что это не потому, что вот рыба такая, вот она тянет на себя одеяло. Это потому, что рыба, она более смекалистая, она такая прозорливая. Это вообще мистический знак, да. У рыбы можно спросить, сбудется, не сбудется что-то, и она вам скажет, да. Поэтому рыбы, они не любят, когда... А есть такие знаки, которые он основательно, пока он подумает, пока он решит, потом он еще с этим переспит, рыба уже это сделала. Итак, личная жизнь рыбок в июне. Что касается личной жизни, то семейным рыбам, конечно же, необходимо помнить, что в доме должна быть, скажем так, хорошая погода, пахнуть пирогами, и все тогда будет хорошо. То есть все силы надо бросать на укрепление домашнего очага. Это на какое-то украшение может быть дома, да. Но тогда во второй половине месяца вы сможете наслаждаться романтикой и отношениями. Это и семейные рыбы, и, конечно же, рыбки-одиночки, у кого еще нет пары. Это, конечно же, поток сексуальной энергии у свободных рыб окажется особенно мощным. Чувства порадуют удивительной яркостью. То есть рыбы вообще это знаки такие яркие, да, мягкие, красивые. Но постарайтесь отпустить все, что было. То есть вот просто простите и забудьте, у рыб это плохо получается. Они это должны пережить, перестрадать, потерять, там, я не знаю, здоровье, нервы, деньги, да. А потом оно как-то вот только время почему-то лечит рыб. Вот живите здесь и сейчас. Наслаждайтесь каждым мгновением, вот именно вот июнем месяца, там, где будете, вот этим листочком, этим цветочком, вы это умеете. Здоровье. Что касается здоровья. Конечно же, природа наградила рыб хорошей конституцией и большой жизнеспособностью. Но, к сожалению, рыбы не ценят дара и сознательно разрушают свое здоровье. Кстати, очень многие рыбы, они умеют просто самовосстанавливаться. Попробуйте, прислушайтесь к себе, да, вот настраивайтесь на хороший лад. То есть, ну, рыба вообще это знак романтики. Конечно же, в июне не надо себя перегружать, хотя вы будете склонны к этому. То есть, это появятся какие-то собственные амбиции. Главное, что вот доказать, но что я это донесу. Ой, конечно же, вы, если вот таким вот образом будете поступать, то вы просто вот тот запас нервной энергии, вы израсходуете. И что будет? Механизм, вот эта лошадка, она сломается. Поэтому, конечно же, берегите себя, дозируйте работу, какие-то задания, да, вот где-то что-то. Больше отдыхайте, мыслите позитивно, гуляйте, йогой занимайтесь. Для рыб это полезно. Удачи, мои золотые. Удачи, мои золотые.